Еще раз представлю нашу гостью, основатель приюта для животных, Улу Белла, руководитель портала Дзивнику Полиции ЛВ, Илза Джонсона, человек, который подарил радость многим-многим жителям Латвии, вернул животных, в том числе в семью, и уже сразу можно сказать ей за это огромное спасибо. Спасибо. Напоминаю, телефоны прямого эфира, по которым можно звонить и нужно. Мы очень ждем ваших звонков на протяжении всей этой программы до 9 часов Илза Джонсона 672 12 939 и 672 13 939. Ну а мы начнем. Поводом для приглашения Илзы к нам в студию послужила новость о том, что с 1 июля 2015 года, то есть уже несколько дней, действуют новые правила Кабинета Министров о содержании собак. И по ним следует, что люди, которые разводят собак, а также будущие владельцы животных, должны будут чипировать своих питомцев. Правильно? Потому что сначала все подумали, что речь идет вообще обо всех собаках пока, но это, насколько я знаю, с 16-го года. Да, с 16-го года июля, значит, тотально в государстве все собаки должны быть с чипом. Это ровно, ну, почти через год. А с 15-го года, 1-го июля, есть на латышском слово «отсавинаша». Как это на русском? Ну, отчуждение. Отчуждение. Значит, если вы покупаете, вам дарят, вы в приюте адаптируете собаку, она же, она должна быть уже с чипом. Вот такие, вот такие. Постепенный переход на тотальное чипирование через год. Ну, то есть только в приюте вы имеете в виду или вообще в любом, скажем, вам дарят? Конечно, в любом. Питомники так же. Ну, к примеру, там у соседа родились там щенки, да, у собаки. Он, передавая мне щенка, должен его чипировать или я его должна чипировать? Или это сейчас пока не регулируется? Ну, в принципе, должен чипировать тот, который отдает, который продает собаку. Если это питомник или приют, или, вот как вы говорите, сосед, он должен чипировать перед отдачей собаки с чипом. И главное не только чипировать, а регистрировать в государственном регистре. Да. Потому что чипирование по закону считается чип и регистрация. Многие это не знают, только чипируют и потом удивляются, что собака их не регистрирована. А вот эта процедура регистрации, как она проходит, это где вообще нужно? Сельскохозяйственный центр данных? Ну, в принципе, это знают все ветеринарные врачи. Это центр сельскохозяйственных данных. Ну, скажем так, пока вот эта вся процедура не дружественна для такого простого приобретателя животного. Это довольно сложно понять, как, но сейчас уже мы думаем, мы тоже с содействием со всеми институциями, что за этот год, пока вот это тотальное чипирование будет, мы достигнем то, что это можно сделать каждый владелец электронно через портал latvia.lv. Ну, чтобы облегчить эту процедуру. Сейчас пока нельзя электронно это сделать, да? Пока нет, надо обязательно через ветврача или через сельскохозяйственного центра. Ну, так можно в любую ветеринарную клинику подъехать и зарегистрировать или как? Да, но это платная. Это платная услуга, конечно, и о том тоже большой вопрос. Мы все время пытаемся достичь такую позицию, что вот это, поскольку это будет обязация норма, чтобы она была более доступна всем и как, ну, по минимуму, по цене меньше. Этот чип, вот, значит, я, давайте так, на примере, вот я хочу чипировать собаку, например, что мне нужно сделать для этого? Какие вот у меня должны быть шаги предприняты? Вы идете пока к ветеринарному врачу, говорите, что вы хотите чипировать собаку, и ветврач ставит собаке чип, кстати, я взяла с собой чип, какой он выглядит, я вам покажу. Да. Потому что многие думают, что чип – это вплоть до кредитной карточки, вот такая пластиночка, которая сшивает, делает операцию, но на самом деле это инъекция под кожей, иголка, конечно, такая немножко толстоватая, но чип внутри очень-очень малюсенький, и, в принципе, такая, ну, даже яркширский терьер или, ну, если он такой почесать… Да, если его почесать за ушко в это время, он даже может и не почувствовать эту процедуру. Так что идете к ветврачу, ветврач ставит чип, потом там, видите, внутри не только иголка и шприц, но там и наклейки, они где-то как минимум 8 штук. Animal ID. Да, да, вот такие, как полосные, свитр-код. Как штрих-код. Да, как штрих-код. И вот этот один из штрих-кодов клеится или вакцинация и саплая циба, или паспорт животного. Паспорт тоже нужно оформить, да? Не обязательно. Паспорт нужен только, если вы планируете выезжать своим любимцем за границей. Вот это у нас тогда pet-паспорт называется, или по-латышски лолуэм дзивныя купаса. Но это только еще раз, если собираетесь выезжать за границей. А так, если, ну, как основное, 95% никуда со своими животными не выезжает, тогда годится и обыкновенное удостоверение ветеринарное, или каждый врач может даже придумать какую-то вот эту, такую анкету, где тоже ставится эта наклейка. Да, ну вот чипировали, и далее вот зарегистрировать это в регистре? Какие шаги нужно дальше? Или ты у ветеринара чипировал, и все, и ты уже больше не думаешь ни о чем? Ну, вот, к сожалению, до сих пор, до вот этого года июля так и было, что ветврачи чипировали, и все. Но, в принципе, они должны всем сказать, людям, которые чипируют, своих любимцев, что обязательно вот этот чип должен занестись в государственный регистр сельскохозяйственный. И это может сделать... А где он находится? Это нужно куда ехать? Это там, где Министерство земледелия. Туда, понятно. Там, да. Ну, можно и электронно это все сделать у ветеринарного врача сейчас. Что мы хотим сделать? Чтобы обязательно расширить круг, кто это может делать. По закону уже как бы это можно сделать и в своем самоправлении, но пока это не работает. Также мы хотим, чтобы это можно было сделать во всех приютах Латвии и расширить круг, в принципе, тех людей, которые могут и чипировать собак, и сделать регистрацию. Ну, вот, многие слушатели, которые нам звонили по этому поводу, когда мы обсуждали эту тему, жаловались на то, что все-таки это дорогая довольно процедура. Согласно слушателям. И более, кроме того, ведь кроме чипирования, то есть ты не можешь сделать чипирование, как я понимаю, без прививок? По закону можно, но многие ведь врачи, поскольку это только пока эксклюзивная услуга ветеринарных врачей, они делают вот такое комплексное, комплексное как услугу. Ну, еще раз повторю, что мы… Ну, ведь на самом деле получается, что если по закону можно, то они не имеют права требовать прививки у собаки, ну, для того, чтобы чипировать. Ведь прививка – это же тоже дополнительные деньги, причем серьезные, у которых у многих сразу нету, возможно. Ну, да, но если вы идете к предврачу, и ваша собака не привита, а по закону у нас против бешенства прививка обязательна, то, конечно, врач, и тут он ничего не… Не нарушает. Не нарушает, что он предлагает вам эту комплексную и против бешенства, и против всех болезней. Так что, ну, не можно упрекнуть врачей, можно упрекнуть, конечно, тех людей, которые, ну, временно не вакцинируют своих животных. Да, если мы говорим о международном опыте, я так понимаю, что уже в ряде стран Европейского Союза это вообще уже нормой давно стало, да, вот это чипирование? Или не всегда? Не, не всегда. Да, просто если мы о таких развитых странах, например, Германии, да, Германии очень хорошо работают те же самые жетоны. Они очень законопослушные, у них нет такого, ну… Чтобы собака была не привита, это что-то вообще невообразимое. Конечно, конечно, но постепенно, конечно, все, и потому 16-й год, июль, это не мы в Латвии придумали, это по всему Евросоюзу. Мы дождались эту… В принципе, год остался только до этой даты, но, в принципе, мы над этим, чтобы Латвию это вести, работаем уже более 10 лет. Потому что, если такие жетоны хорошо работают в Германии, то, к сожалению, жетонная система никак не работает в Латвии. Потому что очень много таких легкомысленных людей, которые, не думая, берет животное, например, собаку, и потом, если им надоедает или, ну, какие-то другие обстоятельства, без угрызения сердца анонимно выбрасывают на улицу. И это, конечно, никуда не годится. И, конечно, они не выбрасывают собаку, если анонимно хочет выбросить с ошейником и жетоном. И поэтому мы очень рады, вот охранники животных, что вот наконец-то, вот уже с этого года июля, что, в принципе, законопослушные люди, они понимают, что они не могут приобрести собаку без чипа. Это очень хорошо, потому что чип для любого животного – это как его голос, чтобы уже человечески объяснить, кто он, кто его хозяин. И прочитать это очень можно легко, это как в любом магазине, это читатель штрих-кода. Таким образом, если вот собака оказывается на улице или в приюте, или собаколова ее поймали, читателям возле плеча считывается чип. Чип состоит из множества числов, заводят это в компьютере, и сразу в данных в сельскохозяйственном этом центре уже высвечивается, кто хозяин. Можно уже связаться с хозяином, да, и переговорить, что вот собака попала в приют, приезжайте, и это облегчить таким образом и работу приютов, чтобы бедные животные там не засиживались, пока найдем хозяева. Ну, таким образом. Мы продолжим через несколько минут. У нас в гостях основатель приюта для животных Улу Белла, руководитель портала «Дивные куполы» и ЦЛВ Днилза Джонсона. Не переключайтесь. Утро на Болткоме Мы продолжаем. Утро на Болткоме. Основатель приюта для животных Улу Белла, руководитель портала «Дивные куполы» и ЦЛВ Днилза Джонсона у нас в студии. Телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Мы говорим сейчас о чипировании животных. И вот немножко в перерыве эту тему затронули, в принципе, уже и в первой части говорили. Все-таки стоимость, невелика ли, да, вот дорого, 20 евро или 15 евро, если в этом центре чипировать. Все-таки, наверное, для очень многих людей у нас, которые вот берут, хотят собачку держать, пенсионеры те же, да, для них это неподъемная цена. Вот так сразу, особенно если это совпадет, например, с прививкой. Вот надо идти, сделать прививку и чипировать заодно. Даже если не совпадет, то все равно 20 евро как-то так одновременно, вот так единовременно вытащить и положить, ну, многовато. Неужели это столько стоит? Ну, себестоимость, конечно, всего этого намного ниже. Ну, скажем так, 10 раз ниже. Например, себестоимость самого чипа 2 или 3, ну, до 3 евро. Сам паспорт стоит 50 евроцентов. Ну, конечно, услуга ветеринарного врача. Но я еще раз напомню, еще до вот этого тотального чипирования у нас целый год. И мы уже начали разговоры с Министерством сельскохозяйственности, чтобы всю вот эту процедуру облегчить, чтобы это было доступно всем людям, тем и малоимущим, и пенсионерам. И расширить круг, кто это может делать, не только ветврачи, а на основе приютов и даже на основе, скажем так, питомников тоже расширить и сделать такие общественные инспектора обочины, которые эту процедуру могут сделать. Такие как волонтеры, да? Да, да. И тогда, конечно, каждый может выбирать, если он привык к своим животным идти к своему единственному ветеринарному врачу, он это идет и делает, а те, у которых денежек поменьше, есть другая альтернатива, где это можно сделать. Ну, это все еще в проекте пока нет такой процедуры волонтерства, есть только у ветеринарных врачей или вот в этом центре, да, сельскохозяйственном? Нет, ну в центре только регистрация, но нельзя зарегистрировать животное, если оно без чипа. Там нельзя чипировать, да, в центре? Нет, нет, а чипирование только у ветеринарных врачей сейчас. Звоните нам, пожалуйста, 672-12-939 и 672-13-939. Вот вопрос из видеочата вам. Собаке уже 13 лет, она очень старая, нужно ли ее чипировать, если она доживет до даты вступления закона? Нет исключений ни одной, ни старой, ни молодой, никакой собаки. 16-го года июля надо всех чипировать. И, в принципе, не надо этой процедуры бояться. Я думаю, что мы достигнем, что она будет доступна и не будет такая дорогая. Но, в принципе, это очень нужно и хозяину, чтобы собака была чипирована, и, конечно, самой собаке. Потому что вы даже не можете представить, как собака волнуется, когда она, например, попадает в приют. В чужое место, к чужим людям. И в приюте люди никак без этого чипа не могут найти хозяина. Мы пытаемся через портал взаимные окуполыцы.лв. Но, к сожалению, у нас у очень многих старых людей пропадают собачки. И старые люди часто не пользуются интернетом. Конечно, мы спрашиваем разные передачи, журналы, чтобы снимаем всех, фотографируем всех животных и ставим на портал, и посылаем в журналы. И тогда, конечно, очень рады, когда люди увидят или на улице, на столбе какой-то волонтер распечатал вот эту листовочку, что собака в приюте. И старый человек приезжает с листовочкой, вот этим объявлением, говорит, вот моя собачка. Так что этого не надо пугаться, бояться. Как я объяснила, это не кредитная карточка или какая-то пластинка большая под кожу. Это, в принципе, вообще безбольная инъекция под кожу животному. Это ему как язык, как паспорт, что он, прочитав вот этот код, можно сразу связаться с хозяином и любимицей опять через несколько часов уже домой. Это как в этом мультике про простоквашину. Где ваши документы, да? Усы лапы и хвост, вот мои документы. Теперь можно будет сказать, что документы при себе. Да, но практически это два блага животного и самого хозяина. Конечно. Так можно воспринимать только. Например, праздники, всем нравятся вот эти фейерверки, кроме собак. Они очень пугаются. Люди даже берут на вот эту красмалу с собой, на большой фейерверк. Вот зачем пугать животного? Ну, вот это потом. Чтобы собака полюбовалась на салют. Ну да, и собаки боятся. И все приюты, например, после Нового года полностью переполнены, даже двойне, даже негде. Вы что, они просто сбегают? Именно вот такие сезонные у вас, да? Конечно, и собаки очень пугаются, и люди потом теряются, не знают, где и как искать. А это очень облегчит. И также не только фейерверки. Очень многие собаки боятся грозы и грома. И то же самое. Убегает где-то какая-то дырка в заборе или вообще что-то такое. Это просто говорит о том, что многие хозяева не совсем знают психологию собак. По большому счету, если бы они знали, зачем брать собаку на салют? Ну, конечно. Конечно. Ну, вообще у нас по стране, если так посмотреть, очень много невоспитанных собак. Потому что хозяева, ну, они безответственные. Они сначала берут собаку, а потом думают, думают, как и что, и вообще нужно ли. И вот... Ну, может быть, они считают как раз, что они ответственны. То есть они же хотят собаке добра. То есть они хотят её взять в дом, чтобы она была присмотрена и так далее. С хозяином жила. Не все же там берут из каких-то таких эгоистичных чувств. Конечно. Хотят собачке помочь, с другой стороны. Не, ну, очень... В основном люди добрые, хорошие. Но, скажем так, немножко такие несообразительные. Потому что, чтобы собака была таким полноценным другом, в принципе, ну, если у человека первый раз собака, мы очень рекомендуем пройти вот это элементарное обучение у кинологов. Потому что это не столько важно собаке, сколько важно самому хозяину, чтобы он умел обращаться с собачкой, научить много ей. И потом уже в течение всей жизни собаки вот это совместное, вот этот путь будет проживание намного качественнее и намного больше радости принесёт. Надевайте наушники, у нас звонки, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, ну, как нельзя, кстати, сегодня ваши гости ко мне. У нас с ними большая радость случилась два дня назад. Наша любимница принесла нам шесть щенков. Счастье необычайное, конечно, да? Вопрос такой. Я найду хавиа для щенков, но, как мне сказали в ветеринарной клинике, нужно их отдавать желательно не раньше восьми недель. То есть восемь недель нам нужно сделать прививку. И, соответственно, я должна их чипировать перед тем, как отдать новым хозяинам? Или всё-таки новый хозяин должен им проводить чипирование? И, ну, такой вопрос, как вы думаете, мне могут сдать какую-то скидку? Всё-таки шесть щенков привить, ну, тоже как-то не очень дёшево получается. Да уж совсем не дёшево, спасибо. Да. Вот такая проблема. Ну, проблема, я думаю, не проблема. Во-первых, я немножко не поняла, это так с иронией такая радость случилась? Или это всё-таки планированное, что… Нет, я так поняла, что это радость для человека. Да? Вот не знаю, вот как-то позвучало в голосе, вот непонятно. Ну, хорошо, давайте исходить из того, что всё-таки это радость. Ну, да, радость планированная – это очень хорошо. Радость может быть и, ну, такая случайная тоже, ну, хорошо, но там уже человек тогда начинает думать, что это ему обойдётся в какую. Конечно. Ну, надо вакцинировать, значит, самой хозяйке собаку. Правильно, что собаке, маленькие щенки нельзя давать, отбирать у мамы раньше, чем им исполнится два месяца. И, конечно, она должна сама регистрировать собаки, значит, чипировать и регистрировать, и потом передать новому хозяину, и перерегистрация уже на нового хозяина – это бесплатно. Значит, регистрация только у нас надо платить первый раз, а все уже перерегистрации, и потом бесплатно. Ну, то есть вот все эти расходы по прививкам и чипированию сейчас ложатся пока на плечи того человека, который является хозяином собаки, которая родила, да? Конечно, но если щенки нежеланны, тогда всегда можно и маму щенков стерилизовать. А если человек заводчик и занимается, вот, и потом выращивает, потом продаёт или дарит собачек, кто-то, он это должен знать, что… Ну, например, я немножко в голосе прослышала, но, может, мне так кажется, что всё это радость, ну, такая неожиданная радость. Приюты мы улыбила, например, всегда говорим, мы вам поможем при таких случаях, если вы не можете раздать, отдать щенков в первый и последний раз. Мы берём маму с щенками, если человек, ну, вообще отказывается их выдерживать домой, ну, в редких случаях. А если мы, например, берём только щенков после двух месяцев, тогда обязательно правило, что мы устраиваем щенков только при том условии, если хозяин согласен маму щенков стерилизовать, чтобы это не повторялось, как минимум два раза в году. Очень многие звонят, вот, сучка, опять вот у неё щенки, что делать, не утопить же, и помогите. И так без конца. Люди должны быть ответственны. А если будете вы устраивать, то, получается, это вам надо будет тратить деньги на прививки, на чипирование? Конечно, конечно. Но мы сейчас тоже в Министерстве земледелия договариваемся о том, что приюты освобождены от госпошлиной регистрации. Потому что нам кажется, что люди, которые, например, в приютах берут животных, так уже делают хорошее дело. Ну и приюты делают хорошее дело, когда берут и устраивают, вместо того, чтобы собаку выгнать на улицу. Да, в прошлом году, например, мы делали акцию пожертвования и купили через длинную окополуции.лв 2500 микрочипы и раздали всем приютам, которые тоже присоединились к порталу и ставят животных на портале, чтобы люди видели, какие приюты, сколько там животных. И так мы считаем, если через пожертвования мы раздаем, мы получаем средства, чтобы покупать микрочипы, и раздаем приютам, что совсем неправильно было со стороны государства, чтобы она брала какой-то налог еще, какую-то пошлину за регистрацию вот этих животных. А вот когда приют чипирует животное, а потом отдает хозяину, там регистрация уже идет по адресу хозяина этой собаки или все-таки приют? Нет, мы регистрируем на приют, а потом уже эта перерегистрация идет на хозяина. Но это он уже должен сам сделать, перерегистрировать? Нет, это мы сделаем. Вы делаете, да? А то просто может так получиться, что он не перерегистрировал собака, опять там убежала или, не знаю, он ее выгнал, и в результате получается, что, найдя собаку, окажется, что она зарегистрирована на приют, и все. Происхождение регистрируется. Ну, в принципе, так. Если собака не была регистрирована, значит, в приют. Если она родилась, например, как был звонок в семье у сучки, тогда регистрация делает, чтобы было видно происхождение, откуда вот эти щенки, кто хозяин вот этой мамы. Это очень важно. И если собака уже ничья, тогда в приюте, вот приют как первая регистрация. И мы думаем, мы потом тоже договоримся с самоуправом и облегчим также, чтобы еще было, ну, больше поощрено, чтобы люди делали доброе дело, брали животных из приютов, что те, которые брали животных из приюта, потом освобождены или какие-то большие скидки на дальнейшее все вот это. Потому что... Медицинское, да, обслуживание или какое? Ну, и самоуправа, это каждый год многие самоуправы ставят тоже небольшой налог на содержание собак. Вот, например, если собака стерилизована, она взята из приюта, что ее можно вообще освободить вот от этого... От этого налога, в смысле? Да. Это по решению самоуправлений, да? Да, да. Муниципалитеты. Тоже ответственны, там, давать скидки, например, малоимущим и пенсионерам на вот эту... Да. Звонок еще, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Это опять я вас беспокоюсь. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу сказать, что счастье действительно большое. Это была не ирония, да? Мы знаем соучастника этого счастливого события, да? Вот. А вопрос у меня так не будет, я его не успела задать. Очень часто говорят, особенно ветеринары, астерилизации, кошечек и собак. И я хочу спросить не в плане физического здоровья животного, а в плане, может быть, немножко даже этическом. Насколько мы правомочны решать за братьев наших меньших, рожать им или не рожать, размножаться или не размножаться. Ну, мне кажется, что мы очень много на себя берем, что мы прям вот как боги решаем. Ну, это, конечно, только мое личное мнение. А что вот вы скажете на эту тему? Да, спасибо. Ну, я, наверное, смотрю с точки зрения приюта. Мы видим столько ненужных малышей и щенят, и котят. Что, ну, тут, наверное, надо решать все-таки. Это домашний любимец, кошка, собака. Это не животное, которое должно жить само по себе на улице и размножаться. Я все-таки за стерилизацию, потому что у меня, например, лично тоже две собаки, и в одно время было пять кошек. Ну, я не представляю даже. Когда мы из приюта взяли маленькую сучку, и нам дома был кобель, ну, большая собака, и у нее была первая течка, ну, это надо пережить. Ну, не, не, это, конечно, может, это эгостично, но все-таки это людской мир, и посмотрите, что творится в регии у каждого вот этого многоэтажки, сколько кошек. Ну, это не серьезно. Мы не успели обсудить еще один момент вот о том, кто вообще будет проверять, чипирована собака, не чипирована, допустим, и какие, ну, репрессивные меры, наверное, будут предусмотрены для того, кто вот не чипировал еще собаку. Ну, это тоже очень хороший вопрос. Мы об этом уже беседуем много лет. Есть и наше вот мнение, если какая-то обязательная норма в государстве новая, то надо думать, как ее вводить, чтобы это было как можно... Чтобы она не осталась на бумаге просто. Да, не осталась на бумаге, и вот как сейчас, вот, например, ну, в Латвии как минимум 200 тысяч собак. Это считается у каждого десятого человека по собаке. Это довольно много, да? Ну, считается, ну, не знаю, много, мало, четкие числа никто не знает, это такие принципы подсчета в Европе. Ну, в данном регистре сейчас нет даже 20 тысяч, значит, даже меньше 10% только зарегистрировано. Это значит, что эта система, ну, полностью, как ни дружественная, не работает, да. Еще звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Да, доброе утро. Вопрос по поводу стерилизации. Может быть, вот по вашему опыту, разные рекомендации от разных людей поступают. Дать принести потомство собаке-суке сначала и потом стерилизовать, или же вообще стерилизовать изначально и не давать ей возможность принести первое, даже потомство? Спасибо. Ну, это, наверное, надо задавать вопрос ветеринарному врачу. Я могу только, опять наша практика в приюте, мы не стерилизуем совсем маленьких животных. Ну, скажем так, есть один принцип, что можно уже стерилизовать котенка или щенка, когда у него 4 или 5 или полгодика. Мы все-таки дожидаемся, чтобы он уже, как говорится, первая отечка у него была, но не, конечно, дети, но потом уже где-то 9, до годика стерилизуем. И все-таки вот хочу вернуться к вопросу, так сказать, ну, то, что я задавала перед этим, какая служба будет выявлять нечипированных собак? Мы хотим создать помощь всем уже инстанциям, которые есть, такое волонтерское движение на основе работников приютов, эти общественные инспектора по охране животных. Потому что сейчас у нас вот это проверяет или само право, или партикс ветеринар издаенности. Но они так не проверяют же, вот ходят по дворам и проверяют, да? То есть это, скорее всего, какие-то… Ну, конечно, это проверяется только когда какое-то уже нарушение. Нарушение, да. Собака как-то попала в центр внимания, видимо, и тогда уже проверяется все. А уже известна сумма штрафа, допустим? Ну, только что поменяли вот этот администраивайский кодекс. Ну, там, ну, довольно значительные штрафы. Конечно, регистрация, хотя она сейчас стоит вместе с вакцинацией или без 25, 30, ну, где-то 40 евро, это все равно, и это делается только… Это чипирование с вакцинацией вместе, да? Да, и еще вот паспорт или ветеринарная книжка и регистрация в регистре – это все равно дешевле, чем любой вот этот штраф. И это делается только один раз вообще в жизни животного, собачки. А вот пишет нам слушатель, в свое время, согласно требованиям, мы уже тратили деньги на татуировку идентификационного кода на ухе собаки. Этот код указан в паспорте. Можно было или татуировку, или чип. Теперь вот опять деньги на чип. Ну да, у нас в приютах попадали собаки, где видно, что что-то в ухе есть. Ну, что там? То есть ее не разобрать? Конечно. Эта татуировка, она стирается со временем, да? Или что? Ну, она так… То есть почитать невозможно, понять, распознать невозможно. Да, понять невозможно. И также вот, если эта татуировка не внесена в данной базе в этом государственном регистре, а в какой-то тетрадке ветврача или кинолога, ну, это не дает ничего. Поэтому я еще раз так обостряю внимание, если даже ваша собака чипирована, пожалуйста, проверьте в госрегистре, зарегистрирована ли она, или позвоните своему ветеринарному врачу. Да, вот тут вот еще конспирологическая версия такая прослеживается в мнениях. Не является ли это такой завуалированной под идею защиты животных первым шагом к чипированию людей, что тоже очень удобно и способствует безопасности? Кстати, я очень часто читаю такие комментарии вот к новостям о чипировании. Ну, мы давно уже чипированы, да? Да, и спрашивали, сделали бы вы себе чипирование, вот, например. Нет, но у нас же есть это ИД-карты. Ну, да, мнения разные, теории разные, например, очень многие, вот, как я говорила, уже думают, что это такая большая обширная операция, тогда и другие думают, что через вот собаку можно будет проследить хозяина, что это даже камера, и что все прослушивать, но это только маленькая-маленькая металлический кодик, который подшивают под кожу. Это даже не GPS, это, ну, развивается мир, конечно, не знаю, может, через лет 20 мы все будем чипами. Последний звонок, пожалуйста, слушаем, здравствуйте. Доброе утро. 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 Спасибо. Доброе утро. Спасибо. 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 До свидания. Спасибо.